Администрация Заполярного района окажет сельским поселениям финансовую помощь в создании площадок для выгула собак. Обустроить места для выгула обязали глав 12 окружных сел, согласно судебным решениям, вынесенным по искам прокуратуры Ненецкого округа. Александра Литкова продолжит тему. Собаки на привязи в любом селе скорее исключение из правил. Чаще всего животные гуляют сами по себе. Владимир Рушников – один из немногих жителей Омы, питомцы которого ограничены в свободе передвижения. «Собаки, по-моему, как бегали, так и будут бегать. Но я вот этого черва на ночь его отпускаю, а он утром приходит, я его ставлю на цепь. А та, которая вторая, та всё время стоит на цепи». О том, чтобы в сельских поселениях домашних питомцев выгуливали на поводке и в специально отведённых местах, и говорить не приходится. От безответственного отношения хозяев, отпускающих собак на самовыгул, пострадать могут не только люди, но и сами животные. «Ну, это плохо, конечно. Потому что некоторые бывают на машины кидаются, на людей бывают, на детей кидаются. Это тоже как бы некрасиво, что вот на привязи не держат. У меня тоже вон собака, конечно, недавно сбили на спеть на моих глазах, но у меня была наполовину глухая. Я как бы её сторонил, чтобы многие знали, что она у нас такая. Но тут скорость превысили. Жалко бы, конечно, что делать». Такие случаи в окружных сёлах не редкость. Ещё страшнее встретить на дороге стаю собак. А всё потому, что культуры, содержания и воспитания домашних питомцев среди сельских жителей чаще всего нет. «Я никому не говорил. А что говорить-то? Бестолку. Я тоже не привязывал. Да и никто не привязывает. Покусывает. Так они крепко нас кусают. У меня внучата небольшие сейчас. Жалко тех покусать». Возможно, немного изменить ситуацию с самовыгулом получится благодаря обустройству площадок для выгула и дрессировки собак в 12 окружных муниципалитетах. «Сейчас как можно к хозяину предъявить претензии, если у него нет возможности их выгулить, потому что нет такой площадки, да? Поэтому он и скажет, что площадки нет, и собака убежала. Поэтому, если будут все условия для соблюдения закона у хозяина собаки, поэтому ему не будет возможности спрятаться от неисполнения требований. Поэтому это обязательно нужно сделать. Поэтому мы понимаем, что это же не просто требование закона, да? Это безопасность тех же самых детей, тех же самых стариков. Потому что, ну, чем собака больше, тем она дичее, там, да, она может кого-то покусать. Поэтому такого быть не должно, и поэтому все должны сделать то, что они должны сделать, и все тогда будет прекрасно». Согласно решению суда, администрация Заполярного района направила главам рекомендации о внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования с целью уменьшения требований к обустройству площадок выгула и дрессировки собак. Прежние правила устарели. «После того, как такие изменения в правила благоустройства будут сельскими поселениями внесены, администрация Заполярного района, из бюджета Заполярного района профинансирует обустройство этих площадок в сельских поселениях, и которые будут сделаны подрядчиками в рамках контрактов, которые сельское поселение заключат на выделенные деньги. И такие площадки появятся к сентябрю следующего года в сельских поселениях». Площадки для выгула и дрессировки должны быть оборудованы такими элементами благоустройства, как ограждения, скамьи, урны и другое. Но вот будут ли сами жители при наличии площадок в селах соблюдать требования закона?